Я понимаю, что это в какой-то мере суд, да? Ну ладно. Не очень. Нормально? Можно? Если мне коллеги позволяют, при этом главные редактора, да, то я... Итак, ваша встреча с Евгением Щербаневым. Знаете, я к этому делу отношусь своеобразно, потому что так случилось в моей жизни, что у меня было несколько покушений, попыток покушений, и несколько раз в моей жизни спасала Альфа. И поэтому я хочу отбросить как-то политику от этого. Ведь убили человека в отцвете лет, и убили его жену, и все это переводится как-то в политические какие-то склоки. А, в общем-то, очень жаль, что так произошло. Это был талантливый человек. И мы были в добрых отношениях. Так случилось, что 1 ноября 1996 года отмечалась серебряная свадьба Кобзона. И я был приглашен на это празднование. Я прилетел в этот день, это была пятница, прилетел с женой и сыном в Москву в конце дня. В празднование проходила гостиница «Редисон Славянская», и было там около тысячи человек. Очень масштабно праздновалась эта серебряная свадьба. И так сложилось, что вот там, где стояла сцена, стояло два стола. Стол Лужкова и стол Морь. И когда я подошел к своему столу, то оказалось, что он занят. За ним сидит Алла Пугачева, и уже они, так сказать, отмечают. Ну, я остановился, и в это время ко мне подошел Евгений Щербань и сказал, что, Эдуард Ильич, да не стойте вы здесь, у меня стол на шесть человек, а мы втроем. Я с женой и сыном. Садитесь за мой стол. Вот так я познакомился и с его семьей, с ним-то я был знаком несколько лет. И познакомилась и моя супруга, которая потом очень плакала. Поговорили минут 15, и пришел Кобзон и сказал, что стол свободен. И мы вернулись за свой стол. А затем, через два часа, когда празднование было в Росгайе, мимо меня проходил Щербань со своим сыном. И остановился, и мы начали говорить, и вышли из зала. Мы вышли из зала и прошли в соседний зал, где стоял этот самый праздничный торт. Было достаточно прохладно. И мы долго говорили о ситуации, о том, какая она противная в стране. И как все тяжело, и как грустно. И он сказал, что, по его мнению, его заказали. И поэтому он собирается улететь в Америку на три месяца. И за это время, если таким сленгом, разрулить эту сложившуюся ситуацию. Мне надо было улетать, потому что в субботу у меня был рабочий день. И я, проходя мимо него, сказал, что, Евгений, полетели в Одессу, у нас самолет есть. И побудете, отдохнете в хорошем городе. Зачем вам туда возвращаться сейчас? На что он сказал, нет, нет, мы останемся на субботу в Москве. Жена хочет там загуляться. А у нас самолет есть, и мы в воскресенье полетим домой. Чем это кончилось, вы знаете. И, в общем-то, ну... Но он сказал, меня заказали, но не сказал, кто. Ну нет, он сказал, кто. Он сказал, что, по его мнению, его заказал Павел Лазаренко. Это он сказал вам? Нет. Значит, и это ни к чему не пришьешь, ничего не скажешь, потому что доказательств никаких к этому нет. Так случилось, что на следующий день я работал, а в воскресенье в Киев прилетел Пустовойтенко. Он был министром Кабинета Министров и одновременно руководителем Федерации Футбола. И он хотел решить вопрос замены всех сидений на стадионе Черноморец и так далее. И так он был министром Кабинета Министров. Я футболом совершенно не интересуюсь. Так сложилось. Меня очень приглашали играть на матче Черноморца. Но не все люди совершенно. Я однажды поехал, когда меня Буяк приглашал. Они дважды объявили, что я на матче, и проиграли 3-0. Так что, да. Я понял, что лучше не ездить. Но, тем не менее, с Пустовойтенко, В.О. Пустовойтенко, Яцуба и вся компания, я был там. И в это время мне позвонил из Киева один человек, он уже мертв. Я могу назвать его фамилию. Аркадий Табачник. И сказал, что только что в Донецке убили Евгения Щербани и его жену. Ну, началось, я это сказал вслух, что вот совсем недавно, два дня назад, Евгений говорил, что его заказал Лазаренко. Эти люди, я так понимаю, Лазаренко не очень любили. И все это было сказано в порыве. И на утро, в понедельник, это было воскресенье, на утро, в понедельник, мне позвонил Леонид Кучма и спросил, что Эдуард тебе сказал Щербань. Я ему сказал, что, Леонид Данилович, что бы ни стал Щербань, слово к делу не прийдет, что оно ничего не значит. Ну, сказал, что вот он так подозревает. Причем, честно говоря, человек, когда подозревает, уверенности в этом тоже стопроцентной же никакой нет.